всем привет сегодня у нас обзор на последнюю пятую локацию которая у нас сегодня на сегодня доступна это столица рассмотрим героев которые здесь есть кого качать кого можно не качать кого не нужно качать так ну что у нас тут есть варлок игру паладин bigfoot афинка точнее валька афинка говорю валентина и снайпер так ну варлок что могу сказать про варлока варлока однозначно докачать 11 12 скилл герой совсем меняется используется на бога очень эффективно сливает вражеские героев бешеный просто урон горгул на архидемона используется некоторые используют его счет в атаке там разных режимах смысл качать есть но в первую очередь я бы качал бы либо варлока либо bigfoot а если они у вас есть но все-таки если у вас слабенький более слабый аккаунт у варлока потом bigfoot а если у вас уже топовый аккаунт в этом мало используете варлока то лучше всего качать первым bigfoot а так паладину паладин честно говоря не особо впечатлил прокачаю вам сделаю обзор на него ну честно говоря это не только точно так же как и фараон валентинка однозначно надо качать разница такая же будет как и между восьмеркой и десяткой десяткой 12 реально очень хороший набор энергии дает плюс еще дополнительные бонусы мы сейчас их рассмотрим ну и снайпер это по сути беспрутовый герой он нафиг вам не нужен так ну поехали будем смотреть их по очередности так немножко не туда зашел так 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 bigfoot десятка в течение 5 секунд наносит общий урон равный 2040 процентов от атаки ближайшим вражеским целям замораживает их на 0 9 секунды то герой получает иммунитет к оглушению страху на 5 секунд куда он всем с половиной когда такого на восстанавливать здоровье равное 200 процентов от атаки кулдауну 2 секунды то есть он себя офигенно хилит благодаря тому что по нему еще и попадают так течение 0 5 секунд на уже на следующем уровне и тут его в течение 0 5 секунд течение пяти секунд уже не 2040 уже 2000 2100 плюс 60 процентов она сразу выросла уменьшится кулдаун его основного умения с 70 с половиной нашей с половиной то есть получается минус одна секунда все остальное также осталось это ребята это очень круто и на двенадцатом уже 2 160 еще плюс 60 процентов замораживает он уже не на над 9 а уже на одну секунду и также все остальное у него осталось без изменений что могу сказать по данному герою реально смотрится очень кайфово кто его применял на десятке и прокачал на двенадцатку знает что это небо и земля реально стоит качать немеренный урон над хилл очень интересный герой универсальный может свободно танчить плюс зона действия его скилла очень большая так побежали дальше потом у нас следующий попадется по списку валентина десятка снимает молчание с ближайших союзников восстанавливать до 120 6 единиц энергии в течение трех с половиной секунд вылечивает крит сопротивления на 15 имеет иммунитет молчанки а раз атак на одиннадцатом уже плюс 10 единиц еще энергии восстанавливает также добавляется шанс критической атаки но растет крит сопротивления на один процент это несущественно но самое основное добавляется шанс крит атаки то есть плюс 8 процентов крита и на двенадцатом уже 146 единиц энергии три с половиной секунды 18 сопротивления и 10 процентов крит атаки это очень много реально под такой валькой герои помимо того что все время будут заряжены у вас так они еще и будут нормально критовать но и плюс крит сопротивление будет очень сложно крита ночь это реально очень кайфовый херой она очень офигенно смотрится вместе там с шапкой смертью но как и на бога в принципе ну шапку мы на бога еще не тостили смирь тостили а в подземках очень круто смотрится плюс разгоняет вашу тыковку то есть реально смысл качать есть так дальше горгул десятка 720 процентов от атаки 5 противников также снижает получаемый урон на 60 процентов на 5 секунд куда он 7 секунд на одиннадцатом плюс 50 процентов урона от атаки от атаки лечит 1000 плюс 100 процентов 1540 получаемый урон на 61 процент но самый основной в у него уменьшается кулдаун отката скилла то есть вместо 7 секунд уже 6 это очень заметно будет реально смысл даже 11 прокачать есть на двенадцатом у нас изменения идет только процентуальные уроны от хила и немножко режет получаемый плюс два процента получаемый урон принципе можно качать одиннадцатый не заморачиваться так дрейк гарпия триант ну варлок вы все видели и знаете что это за герой сделаны вам обзор давайте сразу на 12 сравним плюс 40 процентов урона но самое основное на одиннадцатом даже скилле у него уже плюс одна цель не три цели уже четыре цели это очень круто огненный щит тоже у него урон растет от точнее отражаемый урон от щита растет ну само основное то что здесь уже четыре противника это очень офигенно урон просто немеренный плюс благодаря бонусу судьбы еще герой просто совсем другой встает сносит все так дальше кто там у нас еще был в этой пачке паладин добавляется восстановление энергии 15 на двенадцатом 30 честно говоря точно такой же как и влад качать смысл нет так кто там у нас еще душик это другая опера так 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 снайпер на одиннадцатом скилле снижает скорость атаки на 3 секунды куда он 4 секунды это дополнительный бонус тут у нас получается уже не двадцать а тридцать процентов режет атаку на 3 секунды ну как так интересно вроде но особо честно говоря применений нету и не вижу так ну так его героев показал сейчас мы посмотрим на них немножко в райде так давайте крутым первым поставим то у нас там варлок вот такой вот варлок давайте попроще выберем расстановочку так вот есть вот смотрите сразу четыре пули и и там половину кому-то уже снес то есть такой именно сборки реально очень кайфовым даже в 11 там там скиле то его качал думаю разницу сразу заметят вроде так еще разок 280 не я не увидел сколько там ведьми прилетела но там full хп у нее практически сняла а под бафом то тут вообще что считает 120 тысяч не критом подержу мы прошло это не крит был вот кого-то минус нули уже сейчас надеюсь пока мы добежим сейчас еще кого-то минус ним вот включилась сразу снесла но сама суть вы поняли да то есть и урона немеряное увеличивается отражалка от счета ну плюс одна цель очень круто смотрится так дальше 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 кто тут у нас в алтаре есть интересный вот он bigfoot вот такой вот bigfoot практически вечный стан никак не включится сейчас ему уже не дадут включиться ну вот видите да срабатывание чистота срабатывания скила его по сравнению с десяткой намного выше соответственно он замораживает много интересней забор ломает то есть чисто ради даже этого можно прокачать поломать забор и если видно там надо еще пробежать там чтобы включиться трансформацию пройти тут реально пофиг тут сразу автопрок сразу вот просто тупо врывается и ломает все подряд все и всех так этот есть у нас там следующий горгул вот такой вот горгул принципе тут у горгула визуально ничего не изменилось куда он только так крым бонуса ничего особо не поменялось вот его сразу же снесли так кто там у нас еще есть горгулы мы смотрели паладина мы прокачаем вот наша валька смотрите сейчас мы кидаем вальку кидаем всех здесь не дает зарядиться вот она заряжает их посмотрите как насколько быстро они все заряжены плюс они еще получают крит сопротивления дополнительно крит урон крит удар точнее то есть шанс крита смотрится очень хорошо плюс но еще у меня со живая 8 вообще без проблем он теперь опять все крест надо били так что у нас еще тут есть что мы уже всех посмотрели вроде да снайпера не прокачивал так ну давайте так посмотрим то есть вы посмотрите сборочки какие героев заодно то как собран какие есть варианты так вот у вас нет этого героя показывается то что я достигал так ну в принципе в принципе все пишите коменты качать ли вам паладина качать с каким талантом потестировать подписывайтесь на канал ставьте лайки качайте героев на 11 на 12 некоторые герои реально меняются некоторых качать нет смысла у каждый для себя решается все всем спасибо всем пока